И продолжаем мы говорить о прекрасных дамах в нашей студии. Организатор конкурса Миссис Хоккей, Екатерина Удачная, и победительница конкурса Миссис Хоккей 2016, Наталья Шиповалова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Ну что же, буквально, вот, я так понимаю, и дня не прошло, как вы стали обладательницей такой короны. Расскажите, пожалуйста, первые впечатления. Первое утро, когда вы королева. Утро еще не настало, я еще вся в впечатлениях, да. Соревнования закончились уже поздно ночью. Да, абсолютно верно. Поэтому все еще, все переживания, впечатления, мысли еще на сцене, когда произносят мое имя, одевают корону, я еще не очень осознаю. Екатерина, вот конкурс действительно необычный. Это не просто конкурс красоты. Все участницы мамы юных хоккеистов. Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась такая, ну, достаточно интересная, такая уникальная, я бы сказала, идея. Да, идея действительно уникальная. Появилась она, потому что мой сын тоже занимается хоккеем. Мы уже три года занимаемся им. И изнутри знаем все проблемы, плюсы-минусы, и тяжелую роль родителей в воспитании будущих чемпионов. И хотелось подарить девушкам радость, праздник, чтобы каждая мамочка получила что-то интересное. И также детишки. Поэтому мы создали этот конкурс. У нас были кулинарные конкурсы, ледовая эстафета, были разные занятия детишков с аниматорами. И был прекрасный финал, на котором наши участницы соревновались в разных заданиях. У нас был и танцевальный конкурс, был и творческий конкурс. Все грани должны были продемонстрировать. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то готовил, кто-то делал прекрасные презентации. И конкурс раскрыл талант в каждом, в каждой из участниц нашего конкурса. А вот были еще такие финальные части, тоже интересные, созданные у каждой образы, у каждой финалистки в форме той команды, в которой играет ребенок. Да, были шикарные образы. У нас наши финалистки, они выходили под песню певицы Аллатея. Там было шоу барабанов. Это было очень феерично. Каждая мамочка подготовилась. Она сшила себе уникальный костюм. И наша публика была просто в восторге. Все аплодировали, улыбались и говорили, что, боже мой, как это прекрасно. Спасибо, что вы подарили нам такой праздник. Мы сделаем этот конкурс ежегодно. Уже его сделали. У нас поступают заявки с разных городов. А, то есть уже из Петербургского он может перерасти на уровень страны. Да, всероссийские. Из Вологды, из Москвы, из Омска все пишут. Боже мой, мы тоже хотим, мы тоже мамы. Возьмите нас к себе. Мы всем очень рады. Мы создали хоккейную федерацию, федерацию хоккейных мам. Вот это вот замечательная, мне кажется, инициатива. И звучит-то как в городе федерация хоккейных мам. Да, мы действительно очень хотим помогать нашим детишкам. Хотим делать спорт объединяющим, чтобы все дружили, общались, чтобы все вели здоровый образ жизни, чтобы родители занимались хоккейом. Я смотрю на этот замечательный букет и вижу, что это не просто букет, а хоккейный букет. Да, это хоккейный букет. Он с клюшечкой замечательной сделал. Это Ольга Качак, одна из наших финалисток. Это, в общем-то, достаточно такой креативный подход у вас ко всему. Вот вопрос у меня к Наталье. Ваш сын играет в команде форвард, да? Вот вы девушка, да, но при этом вы ведь наверняка разбираетесь во всех тонкостях хоккейной экипировки. Ну, еще не во всех тонкостях. Вам пришлось погрузиться, да? Кого это вообще воспитывать будущего спортсмена высокого уровня? Это здорово. Вообще это здорово, это прекрасно, когда есть возможность открывать детям всестороннее развитие спорта и учебы. И все, что мы делаем, трудно, тяжело, но это нам приносит огромное удовольствие в результате. На трибунах, когда сын на льду, как ваши ощущения, когда идет какая-то игра вообще? Ощущения разные, тяжкие. А в каком амплуа у вас сын выступает? Нападающий, вратарь? Нападающий. Ну, вот мы, кстати, перед эфиром узнали, что вы даже из Калининграда специально, получается, ради детей переехали в Петербург, потому что там старший сын уже стал чемпионом, уже все выиграл. Ну, все его победы еще впереди, да, совершенно верно. Мы приехали из Калининграда в Санкт-Петербург, чтобы он развивался, потому что ребенок абсолютно полностью в спорте, доволен, счастливый, а как мама должна поддерживать своего сына и давать ему дорогу в будущее. Ну, вот возвращаясь к конкурсу, вот эти все бесконечные, все равно же, да, подготовка шла какое-то время. Это фотосессии, это какие-то съемки, это подготовка танцев, да, насколько я поняла. Ну, при этом, как вот, удавалось совмещать, да, чтобы найти время, чтобы там костюм приготовить, там, вот эти все выдержать, да, там, съемки какие-то. Поверьте, хоккейная мама, это, несмотря на ее изящный стан, она очень сильная духа внутри, поверьте, она может сделать абсолютно все. И чемпиона, и королеву. Ну, а какой самый трудный этап вам для вас был? Да все было нелегко, все давалось непросто, были грусти. Ну, может быть, например, вы не очень любите готовить кулинарный конкурс. Нет, как раз-таки готовить я очень люблю, а вот эстафета на льду была очень ожидаема. Пришлось надеть коньки, да? Нет, сначала пришлось репетировать, попрактиковаться, да, все это примерить на себя, потом уже... Но дети вчера вас тоже, как я понимаю, ночью поддерживали до последнего, за вас переживали? Да, до последнего, все были до последнего, все были с нами, рядом, поддерживали, рады, потому что все-таки они виновники этого мероприятия. И еще вопрос, Екатерина, не могу не спросить, корона-то переходящая, часто же кубок нужно трижды завоевать, чтобы он остался у команды. Как здесь? Корона останется навсегда? Корона останется у Натальи навсегда, как память. А в следующем году будет новая корона. В следующем году будет новая корона, конечно. Чем больше корон, тем больше радостных хоккейных мам. Мы желаем вам расширения до всероссийского масштаба, как минимум вашему конкурсу. Месяц хоккей 2016, организаторы этого конкурса были в студии ЛАВ-78. Спасибо вам огромное и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok